Мы в Шампанском переулке 7. Ровно три недели назад на этом месте нам обещали, что ремонтные работы с заменой коммуникации тут закончатся. Но единственное, что здесь добавилось и изменилось, это горы мусора и новая акация. Разрытые коммуникации в замороженном состоянии находятся с марта месяца. По словам местных жителей, единственные работы, которые здесь проходили, это установление ограждений, которые могут развалиться в любую минуту. Но никак не обещанная замена коммуникаций. Ну, тут, наверное, с общежития эти выходят, что-то тут закрывали, прикрывали. А рабочие не приезжали? Не видел. Ну, последние месяцы я никого не видела, даже не месяц, мне кажется, полгода. Я как-то все время по этой дороге хожу, поэтому никаких сдвигов. Ничего, вот это как разрыли, кто его знает, когда еще. И стоит это все ужасно. Не делают ничего. Уже деревья выросли, уже деревья начали расти, уже несколько лет эта вся история непонятна. И ничего не делали. Да нет, это уже второй год, как минимум. Как мы выяснили, три недели назад, ремонтные работы не находятся на балансе города. За это отвечает Политехнический университет. Проректор Одесского политехнического университета заверил нас в прошлый раз, что договор с новой фирмой, которая возьмется за работу, уже подписан. В планах было закончить до середины августа, но до конца лета считанные дни. Результата не видно. Ну и, немножечко разобравшись, мы смотрим, что тут вообще идет перекидка друг на друга. Знаете, уже не найдешь, кто крайний. Знаем, что это сети Политеха. Теплослужбы коммунальные предприятия тоже не обращают внимания. Знаете, ну просто бардак. Мне кажется, что и город должен был бы обратить внимание и или же обязать Политех сделать, довести до ума все, что начато. Ну или уже самим зарыть яму. Мы же смотрим за безопасностью наших жителей. По словам депутата Горсовета, главная задача – это безопасность жителей этого района. Отремонтировать коммуникации и засыпать ямы нужно в ближайшее время. Ходить здесь небезопасно. Не только ночью, но и при дневном свете. Ужасно. Столько этих заборов разных, вот этих калиток. Тяжело. Давно, уже, наверное, полгода. И никаких ремонтных работ? Нет. Мы с ребенком, с коляской не можем проехать. Объезжаем через проезжую часть. Там опасно и неприятно. Репортер продолжит следить за развитием событий по адресу «Шампанский приклад 4» и ждет решительных действий от всех сторон, которые могут решить социально-бытовую проблему. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер». Продолжение следует.